доброго времени суток дорогие друзья у нас проект хелик 6 апреля выступил и господин премьер-министр бениамин нетаньягу перед израильским обществом и сказал что борьба с эпидемией коронавирусом и которую ведет наша страна в ней на и наметились в явные позитивные позитивные изменения то есть этот тот карантин который был введен более двух недель назад дадал свои плоды надо отметить что если раньше в самом начале удвоение количество зараженных было каждые три дня потом каждые 6 8 дней как об этом мы говорили в одном из предыдущих видео то сегодня ситуация такая чтобы удвоиться количеством больных по отношению к данному периоду ну необходимо 11 дней надо отметить что важную роль этому сыграла с одной стороны введение аппликации шабака приложение шабака их технологий по отслеживанию потенциальных носителей коронавируса то есть через приложение каждый человек мог себе скачать приложение и быть убежденным что он не соприкасался с каким-то человеком который потом у него подтвержденный коронавирус и даже в случае если этот человек был с ним в контакте то ему автоматически приходило сообщение о том что он был в контакте и соответственно данная технология позволила выявить 10-15 тысяч человек которые были в зоне риска из них полторы тысячи человек потом подтвердили что они являются носителем коронавируса то есть мы видим что вовремя использование ведущих технологий с одной стороны помогает предотвратить распространение вируса с другой стороны и что нужно очень важно отметить это самодисциплина еврейского народа израильтян это большинство израильтян достаточно серьезно отнеслись к постановлению минздрава к их предостережениям то есть люди соблюдают дистанцию что в принципе для израильтян тяжело это народ восточный люди любят обниматься любят здороваться любят проявлять свои теплые чувства то есть быть ближе чем на расстоянии двух метров с одной стороны плюс самогигиена ношение масок перчатки всякие антисептики всякие средства защиты которые тоже проявили дисциплину при всем при этом что тоже немаловажно еврейский народ он проявляется как мы знаем кризисной ситуации именно в этом проявилась еще раз наш наша наша доброта наши сопричастие к другим а именно десятки тысяч добровольцев по все по всей стране помогают доставлять еду малоимущим людям с которые старикам людям подвержены риску медикаменты продуктовые пакеты люди жертвуют деньги на это люди переживают закрыться не оставь не оставляют в беде людей которые так или иначе нуждаются в этом в этой помощи и целые баты его то есть целые места где проживают люди пожилого возраста дома престарелых люди просто такие пансионы в которых люди проживают туда привозится еда на уровне кеттеринга на уровне ресторанной еды заботится о стариках то есть наш народ он и волонтерское деятельство о которой мы говорили тоже в одном из видео еще больше проявилась в ситуации коронавирусов кризис и это да и дает во многом психологическую базу психологическую стабильность нашего народа помимо того что вокруг каждый человек спрашивает задает вопрос как ты себя чувствуешь переживает узнает переживает за других за близких и да тяжело не видеться с другими из выходить на работу нет у многих нету работы на данном этапе при всем при этом как государство которое выделило уже еще дополнительные 90 миллиардов шекелей для поддержки и поддержания малого среднего бизнеса и соответственно людей которые находятся на данный момент без работы или во временном не оплаченном отпуске с другой стороны мы видим и еврейская душа которая распространяется буквально по всему израилю помогает другим естественно есть много вопросов и мы видели как карантин полный достаточно серьезный карантин скомендантский часом был введен на протяжении пасхального седора с целью предотвратить распространение данного вируса и это видео снимаю в холямоид пасах мы это видели что и израильтяне достаточно строго соблюдали данные меры соответственно полиция армия и медперсонал все абсолютно серьезно борются с этой эпидемии тем не менее мы видим что боевой дух нашего народа тоже очень важная составляющая в борьбе с коронавирусом и соответственно господине тонягу сказал что в случае если это самодисциплина и дальше будет серьезно и наш народ будет серьезно относиться к данной борьбе то после псх будут постепенно ослабляться карантинные меры чтобы люди постепенно могли возвращаться к своей деятельностью опять-таки док окончательно финишного финишной ноты как говорится борьбы с этим вирусом победы над этим вирусом еще не еще далеко но это далеко зависит от каждого из нас естественно есть проблемы связанные с приезжающими из-за границы которые которых не проверяют достаточно серьезно в аэропорту и соответственно люди могут быть носителями отправляться на такси или частных автомобилях и к себе домой и соответственно не соблюдая карантинные меры об этом сегодня буквально сегодня господин не тонягу ведет переговоры тем что он отменил на данный момент все рейсы которые прилетают в израиль приземляются в израиль тем не менее мы думаем это все будет решено и соответственно с одной стороны трезвость ума граждан еврейских граждан и с другой стороны ведущие технологии это залог и нашего скорейшего оздоровления именно в сфере именно корона вируса чего желаю всем нам желаю много здоровья полный детальный обзор данной новости можете найти в описании к видео подписывайтесь на наш канал ставьте лайки делитесь этим видео и другими видео с друзьями с божьей помощью мы будем сидеть им больших чудес нашей прекрасной цветущей стране и в мире в частности всего доброго до скорых встреч